Все вы уже давно знаете про мод Super Heroes Unlimited 6.0, и в этом моде есть костюмы Железного Человека. Их на данный момент всего лишь 21 штук, то есть 21 марк. И сегодня из этих костюмов я вам покажу 5 лучших костюмов Железного Человека. Надеюсь, вы уже успели поставить лайк и подписаться на канал. Также написать в комментарии, понравился ли вам этот топ или нет, и напишите также свой топ, если он не схож со мной. Ну и в принципе можно начинать. Итак, всем привет, с вами Дарк, и сегодня я вам покажу 5 лучших костюмов Железного Человека в моде Super Heroes Unlimited 6.0. Ну и первый костюм, ребята, который я вам хочу показать, это у нас Марк 4. Почему я поставил Марк 4 на 5 место? Все просто, потому что это просто обычный костюм, и как по мне он самый лучший из тех, которых не вошли в топ. То есть я имею ввиду то, что вот допустим есть Марк 3, и смотрите как выглядит Марк 3. Давайте я надену Марк 3, и Марк 3 у нас выглядит вот так вот, он какой-то такой тусклый, вялый. Но если мы наденем Марк 4, то этот костюм уже стал светлее и намного красивее. И почему-то именно этот костюм мне нравится больше всех по внешнему виду, и всех, кто не вошел в топ. И поэтому я решил поставить его на 5 место. Ну и это, собственно говоря, первый костюм, который я вам показал. И давайте я вам покажу, что же он умеет. Он у нас умеет пулять репульсорами. Пулять репульсорами из двух рук. Также мы можем пулять вот такими вот пульками из наших плеч. Оп. Также у нас есть ракетница, которую мы сейчас пульнем. Давайте, оп. Минус корова. Также у нас есть вспышка, которая ослепляет. Вот такая вот. И, в принципе, все. Больше нет у него орудий, но у него также есть репульсор из груди, смотрите. Оп. Также мы можем летать, но это и так понятно, мы же железный человек. Ну и у нас есть суперспособность. Это у нас усиленная ракета, которая ломает больше блоков, чем обычная ракета. Можно даже сравнить. Давайте пульнем сюда обычную ракету. Оп. Вот столько вот эта вот ракета разрушила, а теперь рядом пульнем усиленную ракету. И, как вы видите, эта ракета намного больше разрушила блоков, чем обычная ракета. И, в принципе, все. Больше у этого костюма нет никаких способностей. Ах, да, забыл вам показать то, что мы можем снимать маску вот так вот красиво, с крутой анимацией. Ну и можем переходить к четвертому месту. Следующий костюм, который я вам хочу показать, и он у нас на четвертом месте, это у нас Марк 1. Ребята, куда же мы пойдем без Марка 1? Это тот самый легендарный костюм, с помощью которого Тони Старк выбрался из пещеры, из плена террористов. И вот так вот он круто выглядит. У него есть огнеметы. Смотрите, давайте пульнем огнеметами сейчас вон в ту сторону. Оп. Также у нас огнеметы с двух рук. Также у него есть супер панч. То есть мы нажимаем на F и резко ударим корову, и она далеко отлетает. Следующий, это у нас вот такой вот удар вниз. И следующий, это у нас вот такой вот временный полет. Кто смотрел на Человек 1, все вы знаете то, что он за этот костюм смог полететь вверх. И потом он резко упал. Все, видите, я не могу, я зажимаю пробел. Я не могу летать, ребята. Это все потому, что у меня только это временный полет. Потому что на этом костюме очень слабые двигатели, реактивные. И мы очень слабо летаем. И вот такой вот огнемет с двух рук, который я вам в прошлый раз сказал, но не показал. И вот, в принципе, я вам сейчас его показал. Вот так вот это, конечно, все круто сделано. Ах да, также есть вот такой вот блок. Ну, это не важно. Главное, что есть способности. Хотя это тоже важно. Можно делать вот такие вот ролеплей, анимации. И реально очень круто. Переходим к третьему месту. Ну и третий костюм, ребята, это у нас Марк 2. Куда же без Марка 2? Это тоже легендарный костюм, как Марк 1. Это первый прототип Железного Человека в образе вот такого вот вида. Потом он перекрасил этот костюм в красно-золотой. Все мы это знаем. Но он очень крутой. Вот такой вот серебристый. Очень круто выглядит. Вот так вот мы летаем. У нас есть репульсоры. Но у него нет ракетницы и остальных оружий. Вместо этого нам пишет Джарвис то, что у нас происходит ошибка. И в нашей системе нет вот таких вот оружий. Мы можем снимать маску. Также мы можем пулять из нашей груди. Но из-за того, что мы сейчас долго летали, у нас заряд потратился на 70%. И сейчас уже... Вот, видите, заряд пополняется. И сейчас я, наверное, смогу его сейчас пульнуть репульсорами с груди. Но... И минус корова. И реально круто. Также... Вот. Нам Джарвис опять что-то сказал. У нас также нет каких-то других способностей. И все. Больше способностей нет, ребята. И, кстати, у нас кончился энергия. Потому что это самый первый прототип. И тут энергия кончается очень быстро. Ну и можно переходить ко второму месту. Следующий костюм. Это у нас костюм Марк 7. Но вы спросите, а где, собственно, костюм? Ничего же не поменялось. А вот сейчас я вам покажу, где же этот костюм находится. Значит, я нажимаю на одну буковку. И, как вы видите, за мной летит костюм. И он резко на меня одевается. Опять же, кто смотрел фильм Мстители 1, все это знают, как работает этот костюм. И вот так вот он прилетел ко мне и оделся с помощью каких-то браслетов, которые вы могли наблюдать вначале. И у нас есть обычные репульсоры. Также у нас есть такие же пулики. Так же, как у Марка 4. Ракетница, вспышка. И тут уже добавилась новая способность. Это вот такие вот лазеры. Пау. И они разрушают, кстати, немножко блоков. И я тут вижу скелетов. Также мы можем этот костюм наш вернуть назад в браслеты. И так же их потом вот так вот назад одеть. И я нажимаю на R. И снова костюм можем призвать. И снова вот так вот одеть. Также у нас есть репульсор из нашей груди. На. И так же у нас есть суперспособность. Это вот такие вот ракетницы. Пау. 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 Эти ракеты, если что, самонаводящиеся. И поэтому они довольно-таки прикольные. Ну, и переходим, ребята, к нашему первому месту. И последний костюм, который я вам хочу показать. Надеюсь, вы, наверное, уже все поняли, что это за костюм. Ну, ладно. В принципе, переходим к первому месту. И, ребята, следующий костюм, который я вам хочу показать. Это у нас Марк 5. Это у нас костюм, который занимает первое место. И, наверное, вы опять же все догадались, кто смотрели фильм Железда Человека 2. Такой вот костюм, который находится в чемодане. Если его раскрыть, то мы оденем Марк 5. Это очень круто. Смотрите, мы его вот так вот кладем. Встаем. Нажимаем правую кнопку мышки. И, о да, вот такой вот крутой анимацией наш костюм одевается в костюм Марк 5. И также можем летать, делать наши повседневные занятия Железного Человека. Пулять репульсорами. И, кстати, на букву G у нас костюм превращается назад. Я его случайно нажал в полете, и поэтому сейчас упаду. Ну, ладно. Давайте наденем назад наш костюм. Одеваем назад наш костюмчик. Вот так вот мы одеваем. На H мы также можем снимать маску и одевать. На Z у нас нет никаких способностей, потому что способности у этого Марк 5 такие же способности, как у Марка 2. Также у нас есть репульсор из нашей груди. И, в принципе, все. Больше у нас нет никаких других способностей. Но вот эта вот анимация одевания костюма мне безумно нравится, ребята. Кому тоже, можете поставить лайк. Давайте еще раз снимем наш костюм с этой крутой анимацией. Давайте также приблизим немножко вот так вот. Нажимаем G. О, да. И, опа. И у нас вот такой вот чемодан в руках. И мы можем с этим чемоданом куда-то пойти гулять. И если кто-то на нас нападет, мы можем его поставить и резко одеть. Но не круто же, ребята, это. Это же прям очень круто. И все. Что же, ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. Я очень старался. Надеюсь, вы поддержите мое видео лайком, подпиской на канал. Также напишите в комментариях, как вам понравился вам видос или нет. Я буду все это ждать и вас, конечно же, лайкать. Что ж, всем удачи и всем пока.